Зенит Казань Если прием отличный, то следовательно нужно готовиться в первую очередь к защите от первого темпа. Я советую в первую очередь при игре от первого темпа руки поставить широко. В ситуации, когда вы не успеваете оттянуться от сетки, чем вы находитесь ближе к сетке, тем ваши руки должны быть выше. Сыграть в волейболе, это называется, на лося. Если передача пошла на край сетки или пайп, наша позиция должна зависеть во многом от наших блокирующих и от общей нашей тактики, от характеристик нападающих игроков команды соперника. Для этого у нас проводятся многочисленные видеопросмотры. Стараемся занимать те позиции, куда они бьют чаще. Тот план игры, который нам выдается после собрания, после разбора соперника. То есть на одном из лесков мы видим направление подачи команды соперника, количество подач, зоны, в которые наиболее часто направляется мяч. На этом леске мы видим направление атакующих действий. Она нужна в первую очередь для блокирующих игроков, но также и для защитников. Не буду вдаваться в подробности уже тактически, потому что это довольно-таки сложно. Ну и в конце концов это наш секрет. Первое и самое важное, наверное, это плечи при игре в защите должны быть направлены в сторону площадки. Если мы будем смотреть туда, мяч от нас автоматически отрикошетит против тех мячей, которые мы не можем предсказать. Это или блок, или срыв нападающего удара. Для этого нам нужно держать руки не сведенными внизу, так как можно получить в лицо и не успеть среагировать, а немножко расставленные. Тогда мы можем сделать защиту и здесь, и где-то сбоку или сверху. Доводка мяча задача, чтобы была хорошая траектория и мяч был близко к сетке. Связующий игрок категорически не должен участвовать в этом элементе, так как он должен пасовать. Так что мы должны его перекрывать. Для этого есть некие комбинации. Он убегает, мы его закрываем. Если прием хороший, у нас есть атака пайп, в это время игрок либера должен остаться на задней линии и подчищать все высокие отскоки. Если атаку пайп производить невозможно, игрок либера также перемещается на переднюю линию и страхует всех нападающих. Первое, что вы должны сделать, это не смотреть на мяч, а смотреть именно на блок. Тогда у вас будет больше времени для того, чтобы среагировать. Единственная разница между полевыми игроками и игроком либера, что при выполнении второй передачи игрок не может заступать за трехметровую линию. Когда мяч находится в трех метрах, нужно пасовать только снизу. Что касается рывка к счету, если мяч летит далеко, в первую очередь ты должен взглянуть на мяч, буквально доли секунды оценить, куда он примерно упадет и потом бежать, что есть силы в ту точку. И только в последний момент уже опять смотреть, где находится мяч и подбивать. Это выиграет вам какие-то доли секунды. При скидке локоть нападающего опускается всегда немного ниже. Он не может ее производить так же, как нападающий удар. Игроки либера во многом видят заранее, когда происходит скидка, и свое движение начинают раньше, чем любое другое амплуа. Позиция ног очень важна. Если ноги будут стоять широко, сделать быстрый стартовый рывок будет довольно-таки сложно. Так что наша позиция ног должна быть в первую очередь готова к быстрому рывку. В защите существует три вида подбоя мяча. Зачастую достать мяч в броске, когда соперники скидывают мяч. Мы используем вот этот вот прием. Бывает так, что не хватает времени подбить мяч в броске. Тогда мы должны использовать другой способ защиты. Это подложить ладонь под мяч. Руку надо подложить под мяч в последний момент. Так как если рука будет уже на земле, и мяч будет к ней лететь, отскок будет не очень высоким, и твоим партнерам будет сложно после тебя доиграть этот мяч. Третий вариант защиты используется чаще в женском волейболе. Ну, сами понимаете, почему. Бывает так, что мяч отскакивает от блока очень неудобно, и первыми двумя способами его достать практически нереально. Для этого мы используем перекат. Следовательно, мы возвращаем мяч в площадку. Для пятой зоны это делается левой рукой. Для первой зоны тоже элемент делается при помощи правой руки. Частая ошибка, когда игроки не очень хорошо владеют левой рукой, и они пытаются исправить эту ситуацию справа. Обязательно, если вы не умеете, тренируйте левую руку для того, чтобы возвращать мяч в площадку. В реакции, конечно, один из основных аспектов для игры в защите. Взяв обычную линейку, мы решили измерить скорость реакции Алексея Вербова. Аналогично и вы можете измерить свою. 10 тестов свободного падения линейки дали нам среднее значение в 8,2 см. Подставим их в формулу расчета высоты свободного падения, и получим, что скорость реакции Алексея примерно равна 0,12 секунды. Кстати, обязательно посмотрите первую часть мастер-класса Алексея Вербова, где ранее Либера Казанцев поделился своими секретами об игре на приеме. А все вышесказанное не будет работать, если вы боитесь мяча. Используйте советы игроков волейбольного клуба «Зенит Казань», ну и смотрите «Зенит ТВ». Хочется как-то прикольно, чтобы было, так просто не хочется. Спасибо.